всем привет у нас уже обед ну как обед 12 почти сейчас иду за романом и собираюсь и думаю господи хоть бы сегодня все было в порядке сегодня пятница сегодня выводит их ну и школы классный руководитель и каждую пятницу у нас что-нибудь да не так в общем но сейчас вот иду и думаю господи хоть бы сегодня она ко мне не подошла и ничего не сказать прям вот честно какой-то этот прям сердце тух-тух-тух думаю блин ну хоть бы сегодня ничего не натворил хотя у нас во вторник будет собрание такое тет-а-тет будем будет разговор с учителем будем выслушивать какой хороший у нас сынок я немножко повалялась плед у нас на собой не убрала на кухне там немного поубирала мусорщиц приготовила нужно будет тоже сразу с собой взять выбросить одеваюсь на улице холодрига ветер не очень в общем погодка но надо идти впереди у нас выходные да а папа наш будет дальше работать как я и сказала все выходные не выходные когда сашка работает у нас как-то выходные не удается не очень ну все собираюсь потопала потом вам скажу как там чего нажаловались на него опять или брала ромку сильно не нажаловались мы сказали что во вторник поговорим с вами так у него в понедельник будет он пойдет садик проведывать в общем должны были они со школой пойти оказывается сейчас много болеют и придет мне его самого туда повезти так как роман хочет туда пойти вот так но ничего страшного сходе ты уроки сделал уроки сделал точно сейчас посмотрим в общем буду сейчас смотреть разбирать рюкзак чего там у нас ты фляжа сюда закинул ручка иди на кухню отнеси пожалуйста отнеси на кухню ты кушал хоть в школе школе кушал съел все так что-то у тебя тут надавали халса в габы столько а тут что что у нас постмапа почтовой папки что у меня все валится сегодня из рук посмотрим что у нас там она письмо все она мне ответ написала садик здесь у нас домашнее задание ой 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 сколько книжек да ромка но будем делать так что принесли мне посылочку сейчас что мой цветок там не хочет у жить не хочет у нас жить наверх отнести у меня там ребят как сказать реабилитационный центр у меня цветы если начинают здесь пропадать я их отношу ванну и потом они там выздоравливают их назад меня видите что творится значит обрезать эти и отнести на наверх ванную так ну и что что же за посылочками числа посылка это из 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 аптеки онлайн рома сделайтесь пожалуйста не знаю все пришло нет но помните я вам вчерашнем видео показывала витамины пришли да но это не один заказ сейчас надеюсь что пришло все здесь наверное все до сейчас я вам покажу что я заказала в общем заказала перекись здесь ровно один литр всегда заказываю трехпроцентная надо и в общем мы пользуемся постоянно раньше вообще не пользовались я уже об этом рассказывала как-то вот потом начали и давидка у меня когда у него там переходный возраст эти прыщики были вот постоянно умоется лицо протирала не прям мы ему хорошо помогал где-то какая-то там болячка сразу в общем мы постоянно пользуемся но этой бутылки я не знаю нам нам может полгода хватает муж больше рано у давида была помните ногу он порезал я тоже прямо поливала и хорошо помогает заживляет так что заказала такую большую бутылку она стоила не соврать они как всегда не может эту бумажку до с собой сейчас я посмотрю нашла в общем кое-как счет этот за посылку рассказываю в общем это почти 10 евро стоило 973 что-то такое в общем литр перекиси потом я заказала вот такой первый раз взяла это сашки на работу он в общем когда долго ходит в обуви в этой рабочей у него потом начинает чесаться ноги потеют там но это естественно да вот это вот я взяла ему вот такой спрей это получается знаете тут написано в общем как типа противогрибковая да его пшикаешь вот надо размешивать вот так такой в общем спрей да чтоб опшикал чтоб никаких этих бактерий заразы не было никакой чтобы все ушло получается он стоил 7710 что такое 7 с копейками в общем вот это будет бутылочка потом взяла что на открытый день для носа капли в нос получается чем ты больше берешь тем дешевле тебе обходится вот что они все открыты какие-то вот непосредственно с аптеки до аптечная марка вот это вот я четыре штуки взяла ну потому что у нас они пригождаются да сашка пользуется всегда и лежат они долго срок годности у них хороший поэтому взяла сразу четыре стоило это 11 с копейками в общем так 1 около 3 евро стоит а а если подождите нет что-то короче если 4 штуки берешь 11 с копейками получается но 1 там чуть дороже выходит в общем получать чем как сказала чем больше тем дешевле не около трех они дороже стоили что-то такое 4 что ну в общем получается во всяком случае если ты больше берешь что дешевле точно все это вот вся моя посылка но еще плюс у меня были витамины в этой посылке который я их получила раньше они 20 вот это вот баночка 22 с копейками стоило ну и весь счет у меня получился 50 52 евро что то такое или 51 в общем точно не скажу все больше я ничего не заказывала я еще хотела заказать что я еще хотела что-то я еще и хотел заказать но не нашла там сразу и а ибупрофен по моему или что-то такое в общем все вот это вот не знаю сашка будет пробовать когда-то я ему давно в аптеке покупала вот такую мазь тоже от этого у него ноги начали чесаться вот между пальцами на что долго в обуви когда по это вот это вот потеет все он помазал раза три наверно у него все прошло сейчас как бы нормально но бывает нет нет я ему просто для профилактики сама купила и говорю вот такую я выписала выписал выписал вот так вот лишним не будет думала чем думала думать что-нибудь хочется такого приготовить печененько но не то что печененько в общем хочется чем чем-то полакомить своих мальчишек пришла думать блины давно не делала сделаю блинчики по-быстрому но блины сделаю нам с сашей с творогом а мальчишкам просто сделаю со сгущенкой что переной в общем чуть-чуть с творогом сделаю остальное просто блинчики кто кто с чем хочет в общем выбираю у меня оказывается нету этот дома изюма сашка видимо творог дел как-то или я последний раз творог делала мы творог всегда едим с изюмом как-то вкуснее тогда я себе делаю просто саша очень любит с изюма но и сейчас смотрю у меня нет изюма а у меня вот такой знаете студенческий завтрак вот эти покупаю всякие орешки там с изюмчиком совсем думаю дай-ка я отсюда по выбираю там есть изюмчик по выбираю его промою хорошо и туда он пойдет и плюс еще ну как бы здесь маловато получается и я еще сделаю сухофруктики у меня абрикос сушеный курагана называется в общем его вот сейчас тоже порежу кусочками и чернослив у меня еще есть там тоже порежу кусочками это же творог и будет вкусненько в общем у нас будет такой настя называется из того что было до делаю все наверное хватит чуть-чуть еще есть изюмчик сашка проснется с ночи спит доволен и дети в общем они тоже любят ну дети любят со сгущенкой давит у меня еще может со сметаной а ромка только со сгущенкой другой другое он ничего не признает блинам вот так вот нож мой остренький где так возьму вот этот порежу и потом все горяченькой водичкой промою а вы как делаете расскажите пишите в комментариях как вы с чем делаете с мяско мне тоже нравится блинчики но я сама честно признаться ни разу не делать с мясом блины блины какие только не делалось сгущенка делай свареной сгущенка заворачивала раньше делай просто створогом делала в основном классика просто блины со сметаной и со сгущенкой или с вареницем нутелла и делают я знаю еще делаю знаете с чем шоколадками как они киндер шоколад вот эти с ними тоже заворачивает делают знаю я так не делал еще ни разу тоже должно быть вкусно почему не до с нутеллой вкусная шоколад не очень люблю поэтому мне как-то этот я если вот выбирать из шоколада я больше белый шоколад ну если вот прям хочу то лучше белый шоколад или какие-нибудь конфеты да батончики мне нравятся шоколада конфеты имею эту батончику раньше был тоже белый батончик мне больше нравится чем коричневый такие вот предпочтение у меня в виде и если выбирать между например шоколадкой и булочкой или печенька я выберу всегда или булочку или печенье в общем не мне вот были живой . чем чем шоколад так что сейчас по-быстрому сделаю начинку но не знаю насколько быстро у меня это получится кстати вчера лишь дело появится нам очень понравилось пацаны тоже довольны бы ромка не ел правда он сказал я в школе явно и и по нему видно было он пришел сыпи не это не ел давид ел и саша ел и я ела мне тоже очень понравилось очень вкусненько получилось саша сказал вообще идеально ну и давид целую тарелку наложу все это все у нас там осталось немножко но это нам я поем сейчас и может быть давид со мной поезд саша я сварю сейчас у меня есть хинкали помните в русском магазине мы покупали как-то вот я сварю давиду ой давиду саша хинкали эти сварю но и давид может с ним тоже хинкали поезд ну давид у меня если честно он больше к вареникам или если манты это домашние в общем манты и домашние пельмени и вот кто посварились и тогда он их ест вот так аромка к пельменям больше так что такое у нас будет сегодня обед еще потом мне нужно будет съездить за водой воды нету вода ну вернее есть три бутылочки но это на нашу семью раз раз попить в общем к завтрашнему уже ее не будет так вот ну это я не знаю может быть завтра с утра съешь посмотрим ладно в общем сделаю начинку потом к вам подкручусь потому что творог у меня вот такой вот слегла 25 процентов дети тише пожалуйста сахарин насть сахар я не буду положить я положу мент вместо сахара немножечко она была взять чашку побольше сметану туда роман ты сломаешь зарядку оставь ну-ка ну и вот я промыла курагу изюм и чернослив туда пожалуйста мальчики сейчас все перемешаю и начинка наша готова я думаю будет очень вкусно что приступим к тесту яйца ричи у меня там раз этого за ричи ричи одну я сделаю четыре так вообще тревожим они такие маленькие яйца поэтому сделаю 4 штучки так дальше туда ванильный сахар я две пачечки положу мне нравится когда ванилью пахнет немножко так вообще можно одну пахнет теперь сахар туда добавляем сахар по вкусу как вы любите да я многое ложить не буду а так две столовые ложечки положим сахара теперь это все перемешиваем перемешали теперь сюда вливаем молоко литр молока вообще чем жирнее тем вкуснее но у меня полтора процентная мы только такой покупаем домой пойду такое у меня это молоко рецепт у меня этот от мамы мама научила меня печь так так опеку пробовала разные способы но этот самый любимый самый простой как-то вот он теперь сюда мы просеиваем такой держат не держится один пакетик разрыхлителя ну и муки надо смотреть сколько да в общем по тесту надо смотреть какое оно будет у меня нет точной точных пропорций я всегда смотрю как тесто насколько густое еще надо стопроцентно дальше еще муки так мучки чтобы не оставались я процеживаю что просеиваю всегда чтобы легче расходилась мука можно конечно оставить его что он постояла потом перемешать еще раз мне как-то проще так в общем каждый делает как ему привычный подручный да у меня вот такой вот рецепт еще делают заварные блинчики как-то пробовала на пиве делать тоже блинчики потом на кефире вот на кефире мне тоже нравится чтобы они немножечко такие как с кислинкой получается но моим они не зашли по ценам и вот лучше вот такой вот в принципе уже почти все чуть-чуть еще муки добавлю чтобы она сильно жидкая две ложечки добавлю и наверное достаточно будет я иногда даже пробую знаете как выливаю на сковородку если жидковато то я добавляю еще муки сейчас мне кажется вполне даже неплохо получилось сейчас посмотрим поварешкой сам самый верный способ брать поварешку и вот так вот проверять насколько она густое мне кажется хорошо но сейчас я попробую сковородки включу нагреются я буду на сегодня на двух сковородках маленькую не буду хотя может процессе посмотрим все буду успевать в процессе ее тоже подключу обычно я на трех сковородках делаю две блины и одну беру маленькую такую сковородочку сейчас я включаю сковородку и будем с вами печь да забыла еще же масло же надо подсолнечное туда добавить где-то две столовые ложечки вот так вот я добавляю внутрь и перемешиваю сковородки нагреются и будем печь так ну что сковородки нагрелись сейчас я их немножечко маслицем первый раз потому что да первым разом я слишком 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 все чуть-чуть протяжем так и теперь попробуем давно я уже блинчики не пекла моя старая сковородка вот это я все хочу ее выбросить и все мне как-то это думаю следующий раз следующий раз следующий раз следующий раз и не настанет она уже такая знаете посерединке немножко иногда прижаривается здесь что у нас первый блинчик пошел я вам все показывать не буду весь процесс да я вам покажу просто как я их жарю как заворачиваю как заворачиваю как заворачиваю что ты там куда включишь вот эти все так наверно напустите у меня есть коротко чтобы я ее отправила на пенсию все это готов и вот туда все дальше можно немножко маслицем хотя этот первый он и так масляный в принципе этот полу порванный мы его сразу в сторону куда бы его мне сейчас я на тарелочку в отдельно уберу и чуть-чуть потише чтоб они у меня не так быстро жарились чтоб не горели теперь беру вот этот дынчик пока все жарятся вложу его сюда я надеюсь вам видно или взять вас поближе так это пока убираем чтоб не сгорел и вожу смотрите начинку чуть-чуть вот так две ложечки заворачиваю роман в общем вот такой вот блинчик получается и дальше в том же режиме так ну что блинчики наши готовы вот такие вот с творогом я сделаю вот так творожок еще остался еще потом в конце подключила маленькую сковородочку все-таки ромка тот блинчик который первый порвался он его съел вкусненько в общем должно быть раз он ел ромка зря есть не будет спросил есть сгущенка я говорю конечно есть сейчас мама достанет своих заначек сгущенку будет вот такой вот у нас чаепитие с блинчиками всем приятного аппетита я уже тут поставила хинкали варить с пельменьками вместе мальчишкам варятся вместе в одной кастрюльке они быстро варятся эти хинкали ну и на сегодня мы с вами попрощаемся увидимся завтра всем пока пока а